Видео уже пошло? Да. Food slang, food slang That's what we're going to talk about Привет, друзья, это Max English Show. Сегодня будем говорить про еду и напитки. Но не просто про еду и напитки, а про сленг, который касается еды и питья. Друзья, поехали. Для начала хочется сказать одно но. Большинство выражений, которые я сейчас с вами делюсь, дорогие друзья, американский и либо канадские. То есть, например, британцы, возможно, будут использовать другие. Эти же, которые я с вами делюсь, помогут вам звучать, как американцы, если вы этого хотите. Дождем этих ребят. Какого-то этот... Охранники твои пришли. Первое выражение. Grab a bite. Grab a bite это неформальное выражение, чтобы просто перекусить. Например, мы сейчас с нашим Эдди взяли и... We grabbed a bite. Мы немножечко перекусили. Мы не обжирались. Немного перекусили. We grab a bite. Grab a bite to eat. We grab a bite. Grab это же... Да, я буду дословно. Вообще, слово grab означает что-то резко схватить. Резко схватить. Grab. Например, возможно? Возможно. Отсюда пришло русское слово грабить. Если вы грабите кого-то, девушку на улице, не то чтобы я рекомендую это делать, но вы резко схватите сумку, не так ли? Опять же, не то чтобы я рекомендую схватить вам сумку. You grab it. You grab it. So grab a bite. Резко что-то быстренько перекусить на ходу. Example. I will grab a bite to eat in a town. Я где-нибудь в городе перекушу. I will grab a bite to eat. I will grab a bite. Let's grab a bite, можно сказать. Давай перекусим. Let's grab a bite. Maybe grab a bite to eat? Sure. Maybe grab a bite to eat? Слышите вы в этом видео? Может быть, перекусим? Следующее слово. Booze. Booze. Это сленг для алкоголя. Booze. Это алкоголь. Парочку examples. We found him asleep next to the empty bottle of booze. Мы нашли его спящим около пустой бутылки с алкашкой. Where's the booze? Where's the booze? Говорит Аль Пачино. Кстати, это один из моих самых любимых фильмов с Аль Пачино и вообще самых любимых фильмов. Запах женщины. Where's the booze? Где алкоголь? Pig out on something. Pig out on something means eat a lot. Когда вы пожираете, обжираетесь, едите очень много чего-то. You pig it out. Ну, как pig, как свинтусы. Не то, чтобы вы грязно едите, вы просто едите очень много. Невероятно много еды. Pig out. Поглощать что-то. Обжираться чем-то. They pig down on pizza. Наш первый пример. Они пожирали пиццу. Значит, ели очень много. What's your favorite pig out food? What is your favorite pig out food? Какая твоя любимая еда, которую ты любишь есть много? What is your favorite pig out food? Мы здесь слово pig out превратили в прилагательное. What is your favorite pig out food? Кстати, let us know in the comments. Напишите в комментариях. What is your favorite pig out food? Который вы хотите обложиться и объесться. Pig out. Минуточку. Зачем еще этот банкет? Кто оплачивать будет? Doggy bag. Super useful expression. Doggy bag. Опять же, это американское выражение. В американских ресторанах вы можете спокойно попросить, чтобы вам дали doggy bag. Это значит bag, в который вы можете положить излишки еды. Если вы не доели порцию, попросите doggy bag, и вам упакуют аккуратненько все, и вы возьмете это домой. К сожалению, как мне говорили мои американские друзья, многие спрашивают в ресторанах, это doggy bag, потому что порция действительно бывает в ресторанах очень большие, реально большие. Они не доедают. Спрашивают doggy bag, потом выходят и выбрасывают все равно это. Ну, конечно, мало здесь логики, но, в общем-то, никто на вас, в общем-то, косо не посмотрит, если вы попросите doggy bag, если вы не доели порцию. Длинный экзампл, длинный пример. В этом ресторане подают так много еды, что я не мог съесть ее всю, поэтому я взял остальное домой в упаковке. В фильме «День сурка» девушка его спрашивает, «Would you like a doggy bag?» Хочешь с собой взять? Он там обложился всякими пончиками и сладостями. Я говорю, «Would you like a doggy bag?» Может тебе это завернуть с собой? Итак, doggy bag. Упаковка для еды, которую у вас осталось, вы не доели. Следующее слово. To be plastered is to be very drunk. Быть очень-очень пьяным. Вообще plaster – это шпатлевка. Когда вы… Шпатлевка или шпатлевка? Это шпатлевка, когда вы заделываете стены, выравниваете какие-то дырки, залепливаете. Это называется plaster. But if you are plastered, it's another way to say very drunk. Very drunk. Очень пьяный. Взюзю. Plastered. He is completely plastered. He can't even stand up. Он абсолютно пьяный. Он даже не может встать. You're plastered, Alice. You are plastered, Alice. Ты вообще в хлам, Alice. Итак, plastered. В буквальном смысле plastered – это шпатлевка. Шпатлевать стену. But to be plastered – to be very drunk. Следующее слово – brunch. Brunch – это смесь слов lunch и breakfast. Или breakfast and lunch. Brunch – это поздний завтрак. Это смесь. Это и завтрак, и обед одновременно. Обычно он включает в себя много разных блюд. Brunch. И вообще, идея brunch мне очень нравится. Потому что с самого раннего утра я не люблю много кушать. Мне хватает одной чашки кофе. Но часам к двенадцати мне уже хочется brunch. Я еще не готов для обеда, и поэтому мы устраиваем женой brunch. Поэтому это очень классная идея. Brunch – поздний завтрак. We've prepared delicious brunch for you. Мы для тебя приготовили вкусный поздний завтрак. Brunch is served. Brunch is served. Brunch на столе. Итак, brunch – поздний завтрак. Have a sweet tooth. If you have a sweet tooth – ты очень любишь сладости. Или ты просто сладкоежка. To have a sweet tooth – дословно иметь сладкий зуб. Dessert then, I got a sweet tooth. Dessert then, I got a sweet tooth. Ну что, тогда десертик. Потому что я-то очень сладости люблю. Я сладкоежка. Ok? To have a sweet tooth – быть сладкоежкой. Любить сладости. Next word is veggies. Veggies – это либо овощи. Vegetables. Слово vegetables слишком длинное. Они любят все сокращать. Поэтому veggies – это либо овощи. Либо veggies – это вегетарианцы. Veggie – вегетарианец. Человек, который не ест мясо. Ну, мы с вами обсудим, как veggies, как овощи. Couple examples. Do you want a tofu wrap or veggie wrap? Wrap – это как наша шаурма, когда завертывается все в какой-нибудь лаваш. Они называют это wrap от слова завертывать. Wrap. Ты хочешь шаурму с тофу, грубо говоря, или хочешь с овощами. Get lots of sleep, eat lots of veggies. Get lots of sleep, eat lots of veggies. Может сказать вам доктор. Побольше спите, ешьте побольше овощей. Еще раз. Veggies – овощи. Snack on something. Snack on something – это когда вы немножечко перекусываете. Например, вы выходите куда-то, берете с собой немного орехов, чтобы не проголодаться. Вот это называется snack on something. Некоторые люди берут с собой, например, в пластиковом боксе какие-нибудь фрукты и овощи, чтобы не покупать еду в городе или не есть какой-нибудь junk food. Они берут с собой немного еды to snack on it. To snack on something – перекусывать по пути, по дороге, чтобы, может быть, не есть в городе. Snack on something. One way to lose weight is to snack on carrots instead of junk food. Один из способов похудеть – это перекусывать морковкой, чем кушать… Отличный совет. Чем кушать junk food. Как бы нездоровая еда, junk food. I promised I'll give you jams to snack on. I promised I'll give you jams to snack on. Слышим мы в этом видео. Конечно, без контекста это не имеет смысла, но я тебе дам перекусить драгоценными камнями. Jam – это драгоценный камень, какая-то жемчужина. Но самое главное, запомните snack on – легонечко перекусывать чем-то. Например, какими-то нарезанными овощами, фруктами, орехами и так далее. Итак, друзья, это был Max Inglis Show. Я надеюсь, этот выпуск для вас был полезным. Если вы хотите практиковать свой сленг и вообще английский язык с нашими учителями, ссылка на первый пробный урок в описании под этим видео. Увидимся очень скоро. Bye. Наверное, чуть-чуть попроповедовал монтажер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова